Там женщина одна написала мне в вайбере, Андрей Андреевич, я никак не могу справиться со своим мужем, мой муж очень гулящий, и я с ним разговариваю, он мне говорит, ты понимаешь, мне одной тебя мало, я не могу, мне нужно все время кого-то искать, я куда-то там хожу, то есть вот такое страшное что-то происходит. И она говорит, ну если честно сказать, то и у меня такие ощущения есть, потому что я тоже все время хотел об этом чего-то и так далее, то есть вот семья живет вот в таком омороке или мороке, морочит их что-то, если что-то, что может помочь. Знаете, это очень полезно, то что я сейчас скажу, почему? Наблюдая вот сейчас за молодыми людьми и взрослыми, собственно, мужчинами, я очень часто, вот я приведу пример, допустим, фейсбука, вчера мужчина, который, который нравится мне, он хорошо пишет, книгу недавно написал, он там группу ведет, у него и огнетерапия, я не знаю, гена, он там пробует огнем и мечом убирать, ну без меча ладно, огнем убирать у человека какие-то, совершать обряды, убирать у человека проблемы в жизни и так далее. Так вот, он написал вчера статью, в этой статье он буквально написал сначала, в начале о духовности и сексуальности, что не нужно отрываться и так далее, и так далее. А вы знаете, что, конечно, его понимают, без жены долго живет, ему видно хочется, гормоны там требуют и так далее. А очень часто мужчина блокирует возможность того, чтобы рядом с ним появилась женщина, именно только из-за того, что у него очень сильное желание секса. Это нормально, это естественно, потому что так природа устроила, она хочет, чтобы люди продолжали род. Мужчина желает, женщина там еще что-то хочет и так далее. Ну и чем мощнее у женщины, чем вернее, мощнее у мужчины вот это желание выплеснуть это наружу, то есть проявить себя сексуально, показать сексуальность и так далее, тем меньше шансов у этого мужчины быть каким-либо привлекателем в глазах этой женщины. Я очень часто вижу мужчин и женщин, которые специально одевают там, женщин, вернее мужчин, которые специально красят волосы, которые там выбривают бровь себе, которые там стараются быть гламурными, ну несчастные люди на самом деле, и позиционируют они себя таким образом. Я понимаю, почему им хочется интимных отношений, но это наоборот отталкивает, женщин это отталкивает. Так вот, мой совет такой, в случае если мужчина, а много мужчин, которые живут там до 40 лет, до 45, или там с 20 до 45-50, вот для многих мужчин это пункт, а вы знаете, что природа так устроена, если мужчина 20 часов думает об этом, а сейчас как бы невозможно об этом не думать, то есть постоянно какая-то информация, она есть в ютубе, в гугле, еще где-то, до тех пор на видео, сайты, постоянно там на сайтах, где можно смотреть фильмы, какие-то такие триггерные картинки, где там постоянно там фотографии женщин и так далее, намеки, бесконечные чаты, сайты, знакомства и прочее, прочее. И у мужчины происходит вот такой сбой, ему бы нужно было бы думать о деньгах, о том, как квартиру купить, ему нужно было бы думать, возможно, даже о духовности, потому что возраст уже, в общем-то, взрослый, а ничего не может с собой сделать, потому что там аякнуло, там аякнуло, там кто-то написал, там о чем-то подумал, и все, понимаете, в баню сходил, и после этого человек становится, там первый год, в общем, не обращая внимания, второй год, там обращая внимания, третий год, сильно обращая внимания, четвертый, жить уже без этого не могу, пятый, все виноваты и так далее. То есть у человека вот формируются вот эти страдания, они имеют даже определенные названия, в том числе и в психиатрии, и в том числе в медицине и так далее. Видно таких мужчин, они агрессивные, они вспыльчивые, это обычно не хватает интимной жизни. Можно ли им как-то помочь? И, конечно, знаете, тут нужно думать о том, как заработать, ничего не могут делать, им нужно думать о том, как не заработать, а кого бы найти. И при этом идей таких, что они хотят женщину, чтобы с ней постоянно жить, не возникают. То есть секс на первом месте. Такие женщины тоже есть. Что я могу посоветовать? Есть очень хороший обряд, это в старинных книгах написано, это в книгах таких написано, как, допустим, у Панишады, это написано в эпосе. То есть очень много есть рекомендаций, которые помогают человеку не сбиваться с пути. Что это такое? Это, извините, это оборачивание вокруг своей талии корсета. То есть человек должен взять корсет, такой плотный, и на протяжении вечера, когда он дома находится, или на протяжении дня, когда дома находится, очень сильно затянуть этот корсет. Как это устроено? Там находится вторая чакра. Если вторая чакра живет как попало, то есть она выпячивается, энергия идет там как попало, то весь организм начинает подчиняться действию вот этой второй чакре. В случае, если мужчину или женщину затянуть в корсет очень сильно, то, как ни странно, у них исчезает желание. То есть они начинают его контролировать. Особенно рекомендую пузатым мужчинам, женщинам с красивой большой вперед выдающейся талией. Так что теперь вы знаете, если дети у вас такие, их затяните. Во-первых, сделайте так, чтобы никто не видел. Второе, это действительно поможет. Сразу же, ну нет такого, что я буду в корсете дальше смотреть порнографию. Ну нет, отпускает мозги, человек лучше начинает жить.